Всем добрый день, дорогие друзья. С вами компания Герчик ВК и я Александр Герчик. У нас сегодня интересная тема, не длинная, но я думаю, что она вам очень понравится. Мы поговорим о том, как стать управляющим. Самое главное научиться не бояться чужих денег. Но в первую очередь хочу всех пригласить на ProTrading 10 февраля и тема простая. Как масштабировать прибыль в новом 2022 году в трейдинг. Трансляция у нас бесплатная. Она пройдет на канале Клуба Картель. Поэтому просто регистрируйтесь по ссылке в описании. Не забывайте, что еще продолжает идти регистрация на конкурсе, на демо-счетах. Подавайте заявку, выигрывайте 1000 долларов реальных денег на свой депозит. И это отличный старт как трейдера, так и управляющего. И не упустите его. Это как раз очень адекватно к сегодняшней нашей теме. Это как стать управляющим. Очень часто бывает такое, что у людей не бывает достаточно суммы денег для того, чтобы начать вот эту карьеру. Там вы работаете на небольших деньгах. И вот эти 1000 долларов, которые вы можете выиграть в конкурсе на демо-счетах, они дали дорогу большому количеству людей, которые приходят к нам, выигрывают на демо-счетах, получают эти 1000 долларов на демо-счет и дальше продолжают карьеру. Не забывайте одну вещь, что мы единственная фирма, которая имеет 55 первых призовых мест. Ни одно, ни два, ни три. Я понимаю, многие люди хотят 50 тысяч долларов или машину или еще что-то, но вы не забывайте одну вещь, что иногда, когда вы участвуете в конкурсе, победа может быть случайно. Поэтому для того, чтобы убрать случайность именно из конкурса о торговле на демо-счетах, у нас 55 первых мест, 55 первых мест, каждое место 1000 долларов. Даже если вы 55 участник, вы можете получить под управление одну тысячу долларов реальных денег на тему-счет. И давайте я расскажу немножко о карьере управляющего. Первое, вы должны понимать одну вещь, что денег сейчас гораздо больше, чем адекватных управляющих. То есть денег до такой степени много. Я уверен, что те, кто зарабатывает деньги, включая меня, мы получаем, ну, каждый день огромное количество предложений для того, чтобы управлять деньгами. Нормальный, адекватный человек, у которого там есть свободные деньги или деньги в банке или просто деньги в банке, в стеклянной или под матрасом и зная то, что в рынке сегодня есть очень высокая инфляция, хотят сохранить, а многие хотят приумножить. Единственное, что, конечно, вы должны понимать одну вещь, что у некоторых людей есть какие-то завышенные, неадекватные ожидания и большое количество людей ожидают каких-то вообще космических процентов. Поэтому вы должны понимать эту вещь. Когда вы только начинаете торговать и вы хотите привлечь внимание какого-то инвестора, вы должны понимать одну вещь. Что инвестора, они делятся на две категории. Всего две. Инвестора, которые сумасшедшие, которые хотят какую-то сумасшедшую доходность. Если вы когда-то один раз показали какую-то сумасшедшую доходность, эти инвестора от вас будут требовать высокую доходность. Какой здесь минус? Как только ваша доходность будет ниже, не то, что заявленной, а ниже той доходности, которую вы ожидали, ожидаемой доходности, эти инвестора уйдут. И второе, это то, на что всегда обращаю внимание я. Это стабильность. Первое. На что должен обращать внимание вообще человек, который пытается построить карьеру управляющего. А потом мы немножко поговорим о хедж-фондах и вычислим вообще для чего это нужно. Потому что нормальный человек, якобы, он всегда думает одну вещь. Если ты крутой трейдер, зачем тебе чужие деньги? И потом мы об этом поговорим. Так вот, трейдер может заработать пять миллионов, десять миллионов долларов себе. Но заработать пятьдесят, сто, двести, миллиард, такие как зарабатывают Билл Акман, Стивен Коэн и все остальные, можно зарабатывать только используя капитал своих инвесторов. Но об этом мы поговорим попозже. Так вот, нормальные, адекватные люди, у которых большой капитал и я таких людей знаю много и определенное количество друзей в моем окружении, это именно как раз те люди, которые обладают большим капиталом. Это те люди, которые хотят невысокую, но очень стабильную доходность. Если вы думаете, что человек, у которого состояние двадцать, тридцать, пятьдесят, сто миллионов долларов хочет иметь доходность там сто процентов годовых, поверьте мне, эти люди самые адекватные категории людей. Понятно, что в самом начале, когда у вас нету никакой статистики, естественно, вы будете получать вот этих маленьких инвесторов, которые хотят какую-то космическую доходность. Шестьдесят, семьдесят, сто, двести годовых. Вы должны понять эту вещь. Чтобы показать доходность там пятьдесят, семьдесят процентов, естественно, риск у вас на портфель должен быть приблизительно десять, пятнадцать. Это если вы очень крутой. Хорошим коэффициентом соотношения риск-прибыли является цифра приблизительно три. То есть на единицу риска вы должны зарабатывать три единицы профита. Что это значит? Если, например, у вас риск десять процентов, то по году вы должны зарабатывать приблизительно тридцать процентов. Двадцать семь тире тридцать пять. Это является хорошей, адекватной цифрой. И если вы будете стабильно и адекватно управлять капиталом, не нарушать размер просадки, держаться лучше рынка, вот это очень важный фактор. Почему? СНП у нас в прошлом году дал двадцать, там, больше двадцати семи процентов. И большое количество людей заработало очень много денег. И, естественно, люди начинают думать потом, ага, ну рынок же дал столько денег заработать. Наверное, он будет давать дальше столько же зарабатывать. Но прошедшие результаты, они не гарантированы в будущем. Поэтому вы должны понимать одну вещь. Если вас с кем-то сравнивают, это слово называется бенчмарк, то вы прекрасно должны понимать, с кем вас будут сравнивать. Если это был один год, когда было на рынке исключение, когда рынок дал тридцать процентов, а вы, например, дали восемнадцать, но до этого вы постоянно били рынок, то адекватные люди будут вас воспринимать. Вы должны понять одну вещь. Когда люди приходят к вам со своими деньгами, большинство этих людей очень сильно боятся. Особенно, когда они вас не знают. И самое тяжелое, то, что вам предстоит, в первую очередь, это именно работа с людьми, которые не знают, кто вы такой. Я на сегодняшний день, естественно, если дал бы клик о том, что я собираю деньги под управление, я бы собрал очень много денег, наверное, сотни миллионов долларов. Одно маленькое «но». Я свою репутацию там строил двадцать четыре года. У меня есть и налоговые декларации, и счета, которые я могу показать, и деньги, которые я заработал. У вас, кто только начинает, этого нет. Поэтому, к сожалению, к сожалению, в начале у вас будет две вещи. Первое – вам придется работать на статистику, второе – на репутацию. Еще раз. В самом начале, когда вы только начинаете торговать, у вас, у многих из вас возникает какое-то ошибочное мнение, что надо инвестору удивить какой-то большой прибыли. Но вы должны понимать эту вещь. Если вы инвестора сможете удивить очень высокой прибылью, от вас будут этого потом постоянно ожидать. Да, у любого трейдера бывают так называемые, ну, минуты славы, или год славы, или месяц славы, когда вы зарабатываете кучу денег, инвесторы начинают радоваться. Потом инвестор начинает смотреть и начинает расстраиваться, если вы не можете показать такие же цифры. Я вам расскажу очень интересную историю. Можете почитать ее на интернете. Это история про Петра Камболина. Это очень известный управляющий был, там, 2008-2013 год. Значит, два партнера, два друга сделали фонд. Кстати, у меня на канале есть это видео. Вы можете посмотреть, там прямое интервью. И печали, слезы. Я сейчас вам просто расскажу всю эту историю, и вы поймете, что я вам говорю чистую правду, которая, по-простому, имеет доказательную базу. Так вот, у Петра Камболина был фонд, который назывался Альфа. Значит, там, в 2004-2005 году этот фонд был основан, там, друзьями положили деньги, так называемые, называется friends and family. Что такое friends and family? Это деньги друзей и семьи. То есть, ваша семья, ваши друзья вам полностью доверяют. Они кладут деньги в ваш фонд, вы зарабатываете. Естественно, обычно эти фонды, они публичные, потому что человек может потом зайти и посмотреть, сколько денег было заработано. В общем, где-то 2006-2007-2008 год у ребят был очень неплохой результат. Рынок тогда был тяжелый. Например, в 2008 году, когда они работали, когда рынок просел на 40 или 50 процентов, они показали два феноменальных результата. Один фонд показал 23 процента, на другой фонд показал там 44 или 45 процентов. Естественно, когда вы выступаете лучше рынка, к вам начинают приходить инвестора. И они видят, что вы немножко ведете бизнес, как все другие. Например, если весь рынок там просел, а вы показали хорошие результаты в этот год, значит, вы лучше рынка. Что произошло потом? С 2009 по 2011... 2009 тоже у них был неплохой. С 2009 по 2011 год им налили 750 миллионов. 750 миллионов долларов. Просто, чтобы вы понимали, что такое 750 миллионов долларов. 2% менеджмент фейт, которые управляющий получает там с первого января, это уже 15 миллионов долларов. И если вы закончили год 20 процентов, 750 миллионов и заработали фонда 150 миллионов долларов, вы получаете 30 миллионов долларов себе. То есть 750 миллионов фонда эти ребята унесли 15 плюс 30 45 миллионов. То есть они получили 6 процентов. А теперь задайте себе простой вопрос. Сколько у вас должно быть персональных денег для того, чтобы по-простому заработать 45 миллионов? Да, они к этому там шли 3-4-5 лет. Но вы представляете, два хороших года, вы плюс 100 миллионов и вы в шоколаде. Потом вам абсолютно все равно, вы можете, могут все деньги забрать, вы будете сидеть и просто торговать свои деньги, если у вас есть хорошая стратегия. Что произошло потом? Пришел 2012 год и в моменте они были 6 месяцев в минусе. Они не потеряли большую деньги, за 3 месяца они отбили полностью просадки, вышли плюс. У них забрали все деньги. Знаете почему? Потому что инвестора посчитали, если они имели 6 убыточных месяцев подряд, а до этого они не теряли деньги, значит их система не понимает рынок. То есть они просто тупо не знали, что делать. Деньги забрали все. Осталось, по-моему, 30 или 50 миллионов. Частично свои деньги, частично деньги друзей и семьи. Они по сегодняшний день продолжают существовать, но их заработки очень высокие. И обычно в Америке так, что если у тебя забрали деньги, там вот как у Арк Инвестмент, да у Китти Вудс, у неё был очень сильный отток капитала, то часть этих денег больше никогда не возвращается. Потом они пытались новую стратегию, они начали ходить, им просто пришли и сказали, ребят, ничего персонального, это бизнес. Поэтому первое, первое и самое важное, за что вы должны бороться, это стабильность. Ваш фонд, мини-фонд, неважно как это называется, неважно какая у вас структура бизнеса, там ваш фонд должен быть стабильным. У вас не должно быть никаких скачков раз, вы должны выступать лучше рынка. То есть если на рынке резкое движение вверх, и у вас резкое движение вверх, а потом резкое движение вниз, и на рынке движение вниз еще больше, вам деньги не дадут. Стабильность. Лучше делать стабильно чуть-чуть меньше, но вести очень хорошо свой капитал. Еще запомните одну вещь, посмотрите на очень крутых и богатых трейдеров-инвесторов. Каждый из них, каждый из них заработал именно огромный капитал на управление чужими активами. Наша тема называется, как не бояться торговать чужие деньги. Все предельно просто. Например, когда я управлял активами четыре года подряд, часть моих денег персонально лежала с деньгами клиентов, и я относился к деньгам клиентам, денежным средствам абсолютно так же, как я относился к своим собственным деньгам. И когда я пришел, и ко мне люди пришли и сказали, Михалыч, а какие гарантии ты даешь? Я сказал одну вещь. А мои деньги лежат вместе с вашими. Вот и вся гарантия. Если я буду терять свои деньги, я буду терять и ваши. На что мне сказали. Да, это абсолютно адекватно. Еще расскажу вам один очень интересный момент. Очень интересный момент. Когда много лет назад меня хотели взять в хедж-фонд работы. Многие хедж-фонды работают по одной очень интересной схеме. Например, тебе дают энную сумму денег, но первые пять процентов риска ты берешь на себя. Что это значит? Например, тебе дали 10 миллионов долларов. Не забывайте одну вещь, что очень важно, когда ты управляешь другими деньгами, чужими деньгами, чтобы тебе давали деньги какие-то именитые фонды. Есть у тебя там Вася Путкин, которого никто не знает, дал деньги. Ну, это все что угодно может произойти. Но, когда тебе дает деньги какой-то фонд, я просто буду живые примеры проводить. Это очень важно. И вот когда мы с моим партнером бывшим пришли, просто нас хотели пригласить в хедж-фонд, нам сказали, мы ему дадим 10 миллионов, но первые 500 тысяч долларов, которые вы потеряете, это ваш убыток. Мы не пошли с ними работать не потому, что там мы испугались этих 500 тысяч долларов, потому что наша структура, она была немножко другой. То есть, они говорят, вы берите первые деньги, это ваш риск. Но, если вы отработаете нормально, мы вам дадим сколько угодно денег. Это очень адекватно, потому что вы должны понимать одну вещь. Любой человек, который дает вам деньги, он хочет, чтобы вы несли какую-то ответственность. Я понимаю, что вы пойдете в интернет и скажете, но они же никакой ответственности не несут, и будете правы. Но, если вы хотите расти, да, то вы должны понимать, что деньги должны работать вместе с клиентским. Например, вот там скоро мы начнем работу по нашему роботу искусственный интеллект. Так вот, я большую часть своих денег кладу вместе с клиентскими деньгами для того, чтобы клиенты понимали, что я рискую своими собственными средствами, так же, как они рискуют своими. Если я буду терять, то я буду терять и свои деньги. Естественно, если я там, у меня есть одно количество денег, я положу три процента, то клиенты не будут очень рады, они скажут, ну для тебя эта сумма не никакая, а для нас она очень большая. Поэтому, естественно, вы должны очень адекватно относиться к деньгам, не бояться. Вообще, зачем бояться, если у вас есть система? Если у вас есть система, если вы не нарушаете правила, если вы торгуете по алгоритму, если вы идете ровненько, если вы пытаетесь избежать просадок и делаете все для того, чтобы заработать клиенту денег, у вас никогда проблем не будет. И напоследок вам расскажу очень интересную историю. В общем, был у меня в свое время парень, который со мной вместе работал. Звали его Фил Лакин. Он закончил West Point Академию. Это одна из самых крутых военных академий. После нее там берут везде. Он работал со мной сначала в компании World Cup. Он был неплохим трейдером. И в какой-то момент, когда мы ушли с фирмы, он решил пойти открыть хедж-фонд. Он показал свои результаты. У меня результаты были намного лучше, чем у него. Он показал свои результаты. Ему дали там энную сумму денег. Дали ему там, по-моему, 20 миллионов долларов. За первый месяц Фил показал результат приблизительно 3,5-4%. Великолепный результат для хедж-фонда. Очень хороший результат. Я понимаю, что у нас здесь сидят большое количество форекс-трейдеров, которые по 100% в месяц. Но крупному игроку, который вам дает такую большую сумму денег, ему не нужны 100% в месяц. Он хочет стабильности, чтобы вы заработали деньги, а он заработал в ней. В общем, мы с Филом там перезванивались, переписывались, он закончил месяц почти 4%. Под конец месяца, когда осталось 5 дней, он 4% вернул назад и закончил месяц в ноль. У него забрали все деньги и сказали ему, если ты не умеешь держать прибыль, тебе здесь делать нечего. То есть, если бы он просто закончил бы через две недели с плюсом в 3,5% ему бы добавили денег и он бы в следующий месяц и пил запас. Но он захотел заработать больше. Поэтому стабильность признак мастерства. Если вы работаете по алгоритму, у вас никаких проблем абсолютно никогда не будет. Поэтому ничего страшного брать деньги в управление нету. Страшно это нарушать правила, страшно не относиться к клиентским деньгам, как к своим. Если вы будете относиться к клиентским деньгам, как к своим, все клиенты будут ваши. Вам всем удачи. С вами был Александр Герчик. Не бойтесь, старайтесь становиться лучше и не забывайте, что все самые большие деньги делаются там, где деньги. И у инвесторов, когда есть деньги и вы им понравитесь и у вас будут хорошие цифры, они обязательно будут вас инвестировать. Всем удачи!